Это ваши таблеточки, вы будете принимать их утро, обед и вечер. Флакончики все подписаны. Раиса Малкина работает в РКБ с 2007 года. Пришла сюда на практику. Да так и осталось. Очень уж понравился коллектив. До пандемии была палатной медсестрой терапевтического отделения. Сейчас работает в красной зоне ковидного стационара. Вспоминая, как все начиналось, признается, было страшно. У нас поступали образно цирроз печени, пневмонии, сахарный диабет, бронхиты. И здесь такой поток просто пневмонии ночью поступало даже чуть ли не до 20 человек. Уже в нашем терапевтическом корпусе не было мест. Закладывали кардиологию отдельно. Когда больницу перепрофилировали в ковидный стационар, Раиса добровольно решила остаться. Сама переболела еще в первую волну. За почти год работы в красной зоне она повидала всякое. Однажды, потеряв пациента, еще в самом начале пандемии, даже думала уйти из красной зоны. Я восприняла это, а не дай бог, если что-то может случиться со мной такое, да, кто мне поможет. Если просто все возьмут, отвернутся и уйдут, не будут работать, да, тогда все. И я решила, что будем бороться до конца. Работой, признается Раиса, нелегко. В защитном костюме медики проводят в красной зоне по 6 часов подряд. Затем, сняв защиту, можно немного отдохнуть в зеленой зоне, попить чаю, подышать воздухом и снова одеваться из-за работы. Но больным еще тяжелее, говорит Раиса. Многие просто стоят и говорят, ну я же помрусь, что меня спасать? Что вы? И вот начинаешь их как бы, да, плюс я еще по образованию психолог, у меня высшее образование я получала в МГУТУ в Москве. Ну и как бы включаю свои психологические навыки, начинаю их настраивать на то, что вот что, все нормально, подбадривать их, что все будет хорошо. И многим это придает сил, появляется желание бороться. Мы такие все добрые, такие все отзывчивые, такие просто, знаете, жить хочется, помогаем друг другу. Сейчас, говорит Раиса Малкина, работать гораздо легче, чем весной. Инфекция уже довольно изучена. Штат расширили, теперь в отделении дежурят по треме сестры. Да и врачи в РКБ – настоящие профессионалы. О выборе профессии она ни разу не пожалела. И, несмотря на все сложности, мечтает, чтобы дочка-школьница пошла по ее стопам.